При строительстве нового микрорайона застройщик поставил спортивную площадку. Но за последние несколько лет это место стало совершенно непригодным для занятий. Произошло это в том числе и по причине того, что объект не стоит на балансе ни у одной организации. Ее ремонтом никто и никогда не занимался. Кроме того, объект не соответствует ГОСТу. Об этом рассказал местный депутат Артур Григорян, который считает, что участие в программе инициативного бюджетирования для жителей района станет спасением. Мы подали один из проектов, это создание многофункциональной площадки на территории Купелинки. Все это будет безопасно, все это будет находиться за место старого, скажем так, сооружения. Ежегодно мы проводим и футбольные турниры и так далее. То есть детишки будут только рады, и это было бы, наверное, невозможно без данного конкурса. Жители нового района – это в основном молодые семьи, которые хотят для своих детей активного и спортивного досуга. Узнав о программе, решили не упускать возможности и заявить о себе. Был подготовлен проект и проведен опрос. Особое внимание уделили мнению подрастающего поколения. Дети сами очень активно в этом принимают участие. Также среди них проходил опрос. Все, скажем, за, все только поддерживают это. Они также нам помогают, когда мы делаем для них турниры, когда мы размечаем площадку. Ну, соответственно, когда будет новая площадка, она будет задействована уже на два вида спорта, такие как футбол, это в летнее время, и хоккей, и катание в зимнее время. Эту площадку планируют поставить на баланс поселения. Обо всем позаботятся соответствующие организации. А подрастающее поколение сможет больше времени находиться на улице. Ален Мелкумян рассказал, что если рядом с домом появится такого уровня площадка, то он будет больше времени проводить за активными занятиями, а не за компьютерными играми. Если здесь сделают спортивный комплекс, то здесь мы сможем заниматься спортом. Когда будет зима, сможем заливать каток и ходить на коньках кататься. Так что я думаю, что это стоит делать, и я думаю, будет интересно. Время строительства спортивной площадки займет три недели. Возведение ее начнется уже в середине сентября. Поэтому дети успеют погонять мяч до морозов, а также могут уже готовить коньки к зимнему сезону. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.